Всем привет! На моём другом канале наконец вышло продолжение видео про пэцкоп. Все интересующиеся этой жутковатой темой кликайте по ссылке в описании. Арты к этому видео нарисовал мистер Дэн. Ссылка на его группу тоже есть в описании. SCP-1111. Белый пёс. Объект номер SCP-1111. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. Территория в двухкилометровом радиусе вокруг SCP-1111-2 считается запретной зоной. Общественности было объявлено, что на данном участке находится метеорологическая станция. За областью ведётся постоянное наблюдение с помощью видеокамер, размещенных на метеорологических зондах. Подходить к SCP-1111-2 ближе, чем на один километр, разрешено только при наличии письменного разрешения от сотрудника с четвёртым или более высоким уровнем допуска. Если SCP-1111-1 отходит от SCP-1111-2, всем сотрудникам необходимо покинуть запретную зону до тех пор, пока SCP-1111-1 не вернётся к SCP-1111-2. Описание. SCP-1111-1 – это существо, внешне выглядящее как Канис фамильярис. Собака. Размер SCP-1111-1 зависит от расстояния до SCP-1111-2. Вблизи него существо достигает примерно 150 см в холке. Точная порода SCP-1111-1 не ясна. Похоже, что это помесь с явно выраженными чертами лаборадора-ретривера и немецкой овчарки. У SCP-1111-1 белый окрас шерсти и светящиеся красные глаза. Яркость излучаемого света зависит от близости к SCP-1111-2. При удалении от него на расстояние, превышающее 500 метров, свет постепенно тускнет. Помимо этого, от расстояния до SCP-1111-2 зависит сила, ловкость и скорость SCP-1111-1. Все эти показатели уменьшаются при удалении. На шею SCP-1111-1 надет выцвевший красный ошейник, на котором имеется надпись «Верный». Если поблизости от SCP-1 никого нет, он лежит под SCP-2. Не похоже, чтобы он спал. Даже если он это делает, глаза SCP-1 всегда полностью открыты. Также он не ест, не пьет и не дышит. Как только SCP-1 чувствует, что к SCP-2 приближается человек или объект, он сразу же становится агрессивным и пытается уничтожить приближающегося. Физические способности SCP-1 значительно превышают способности обычных собак. Имеется видеозапись его перемещения со скоростью более 60 км в час, прыжков на 6 метров в высоту и того, как он прокусил титановое покрытие толщиной в 15 мм. Похоже, что SCP-1 бестелесен, и вследствие чего все попытки его нейтрализовать и исследовать SCP-2 с более близкого расстояния закончились провалом. Смотрите отчет об инциденте SCP-1111-B для подробностей. SCP-2 является человеком, повешенным с помощью петли на дереве. Субъект одет в выцвевший деловой костюм и ботинки. Вся одежда слишком изношена, чтобы было можно определить изготовителя. SCP-2 постоянно шевелится и дергается. Его поведение соотносится с поведением только что повешенного человека. Иногда слышны судорожные вздохи. Частота и энергичность движений SCP-2 зависят от расстояния до SCP-1. При увеличении дистанции частота и энергичность рывков уменьшается. Отчет об инциденте 1111-B. Дата 02.05.1900. Команда из агентов была отправлена, чтобы нейтрализовать SCP-1111-1 и перевести его для содержания. Команда приближалась к SCP-2 с севера, в то время как SCP-1 смотрел на юг. Агентам удалось приблизиться на расстояние в 300 метров до SCP-2, после чего SCP-1 поднялся и тут же напал на них. Агент, осознавший, что миссия провальна, начал убегать из данной области. SCP-1 преследовал его, но постепенно с увеличением расстояния до SCP-2 его размеры и скорость уменьшались. Когда SCP-1 отдалился от SCP-2 на 900 метров, SCP-2 почти полностью перестал шевелиться. В то же время SCP-1 остановился и на некоторое время застыл, повернув голову к SCP-2. Объект стоял в такой позе несколько секунд, затем издал вой и побежал обратно к SCP-2. Движения SCP-2 возобновились. На видеозаписях данного инцидента видно, что пули проходят сквозь SCP-1, не оставляя на нем никаких следов. Однако когти и зубы объекта были вполне материальными, когда он напал на агентов. Единственным выжившим после данного инцидента является агент... О-5! Начиная с этого момента, к SCP-11-11 разрешено приближаться только с использованием дистанционно управляемых устройств или сотрудников класса D. Дата 20.05.1900... К SCP-11-11-2 с разных направлений было отправлено... ...сотрудников класса D. Вооруженных данные удалены. Результаты аналогичны предыдущим. SCP-11-11-1 беспрепятственно убил всех сотрудников класса D. Во время данного инцидента D-83011 до того, как он был убит, удалось приблизиться к SCP-11-11-2 на расстоянии в 50 метров. В это время камеры зафиксировали аномальное поведение SCP-11-11-2. Его судороги замедлились, а глаза открылись и сфокусировались на D-83011. Затем SCP-2 протянул руку к D-83011, что расценивается наблюдателями как приветствие. За мгновение до того, как D-83011 был убит SCP-11-11-1, губы SCP-2 шевелились. Похоже, он прошептал... Нет, малыш, сидеть! Сразу же после смерти D-83011 движения SCP-2 возобновились с обычной скоростью. О-5-... Похоже, простой изоляции SCP-2 достаточно для успешного содержания SCP-1, поэтому все испытания приостанавливаются. Какие-либо существенные действия запрещены до дальнейших приказаний. Вот такая история. А основана она на довольно популярной городской легенде, которая история о призраках из Южной Каролины. Вот небольшой отрывок из книги S.E. Счилсер Спуки Нью-Ингланд, то есть страшная новая Англия. Путешествующий торговец прибыл в Гошен-Хилл на несколько дней. В городе он продавал свои товары, ходя от двери к двери. Это был дружелюбный мужчина с теплой усмешкой и доброй шуткой для каждого. С ним была большая белая собака, которая обычно каталась в его тележке. Компаньон, друг и охранник его товаров. В общем, случилась такая история, что в городе произошло убийство, и жители, конечно же, не могли заподозрить в нем никого другого, кроме как доброго бродячего торговца. А времена тогда были простые. Дикий запад, все дела, и торговцы сразу же повесили на ближайшем дереве. Товары бедняги жители, разумеется, растащили себе. Дальше история концентрируется на собаке, которая, увидев безумие людей, начала пытаться защищать своего хозяина. А когда ей это не удается, набрасывается на толпу. Получает кучу пуль в свое тело, чудом выживает и убегает. А после начинается мистика. Собака, обладающая нереальной силой, скоростью и практически неуязвимой для огнестрельного оружия, появляется то тут, то там, нападая на жителей того городка. Свидетели расправ животному над людьми описывают призрачную и белую шерсть, и горящие красные глаза. Собака наносила страшные травмы своим жертвам с каждым укусом. И те, кому повезло выжить после нападения, сообщают, что после нападения она всегда просто растворялась в воздухе. Эта история, по сути, и задокументирована в SCP-1111. Но когда я искал о ней информацию, я обратил внимание на то, что о Южной Каролине вообще есть довольно много страшных историй. И даже целые сборники подобных историй мне стало интересно, почему так. Южная Каролина – это один из старейших штатов США, где до колонизации европейцами жили индейцы со своими мистическими обрядами. Позже в этом штате были пиратские поселения, жившие по соседству с бесчеловечными рабовладельцами. В этом же штате происходили одни из самых жестоких и кровавых событий гражданской войны в США. В общем, народ здесь жил крайне суровый. Всё это породило очень богатую местную культуру страшных историй и пугающих баек, одна из которых и представлена в SCP-1111. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok